Как подойти к той или иной железе? Как подойти к той или иной железе? Как подойти к той или иной железе? Как бы ни казалось, что мы его критикуем много, но это и есть опция, и она очень хорошая в определенных случаях. Но и при пекторальной реконструкции без дополнительного укрытия сегодня основной тренд, к которому все стремятся и все делают. Как бы ни казалось, что вариации доступов в реконструктивной хирургии молочной железы на сегодняшний день вопрос очень актуальный, но статей не так много посвященных этой проблеме. Изучая данный вопрос, мы нашли лишь несколько последних каких-то публикаций, которые посвящены каким же образом и как подступить, как сделать доступ при определенных формах молочной железы с целью снижения рисков, особенно рисков таких как протрузии или же недостаточность ишемии сосково-ареолярного комплекса при наличии птоза. И опять-таки это все широко обсуждается. И вот видите, вот такая статья, появилась локальный контроль онкологического процесса, минимально видимая и скрытая после операционной рубцей тенденция, которая диктуется пластической хирургии, что рубцы не должны быть видимыми. Конечно же, это тоже мы должны учитывать. И хорошо, что мы сегодня уже обсуждаем, что у онкологических пациентов, которым мы делаем реконструкцию, рубцовые какие-то формы на молочной железе, в том числе, например, гипертрофические или килоидные рубцы, конечно же, могут приводить к тем нежелательным последствиям той хирургии, которую мы приводим. Ну и показания, вы видите, к выбору доступа. Вот периорелярный, акселярный, субмамарный, латеральный грудной доступ. Это те доступы, которые чаще всего вы используете в своей практике. Я уверен, что вы очень часто это делаете. И вот эти доступы, они самые-самые распространенные. Никто не отрицает, что эти все доступы имеют право жить и быть. И, конечно же, при определенных формах молочной железы, при определенной локализации опухолевого процесса в той или иной степени по опыту хирурга, вы понимаете, что тот или иной доступ вам обеспечит хороший визуальный контакт как хирурга и тактильный контакт как хирурга с удаляемым органом и позволит нанести наименьшие какие-то проблемы с рубцовыми деформациями. Безусловно, также есть статьи, которые говорят о нестандартных подходах к выбору хирургического доступа при резекциях. Ну, при резекциях более-менее мы тут понимаем, что диктуется все расположением опухоли и ее близостью к кожным покровам. Почему? Потому что удаление кожного проекционного лоскута наиболее актуальный вопрос в онкологической практике. И, конечно же, удалять кожный проекционный лоскут нужно, когда опухоль располагается близко к коже, и тогда, конечно же, ситуация может меняться, и доступ может быть совершенно не тем, который вы хотели бы выбрать в той или иной ситуации. Акселярный доступ, вы видите, тоже посвящен несколько таких статей, которые посвящены этому доступу. Я в своей практике акселярный доступ практически не использую, только в случае, если мы выполняем какое-то широкое или же использование перфорантного лоскута с перемещением его и замещением дефектов в наружных отделах, тогда возможно выполнение мастектомии именно из этого доступа. Но акселярный доступ мы себе его представляем таким небольшим разрезом в акселярной зоне, когда мы делаем, например, аугументацию при помощи акселярного доступа. В онкологической практике это, конечно же, другой доступ совершенно с расширением и с уходом, возможно, по краю большой грудной мышцы или же по латеральному контуру молочной железы. И, конечно же, мы понимаем, что если вдруг происходит лимфоденектомия, то, конечно же, сообщение этих двух полостей может привести к тем осложнениям, которые могут возникнуть в случае акселярного доступа. Но критерии выбора доступа, вот для меня они такие. Форма, размер молочной железы, степень птоза, желаемый объем формированной, сформированной молочной железы, перспектива симметризации и локализации опухоли, и, как я сказал, удаление кожного проекционного лоскута. Ну вот самые широко используемые доступы в нашей практике – это доступ инвертированного Т, переориалярный доступ и субмамарный доступ, который мы часто используем. Вы видите, что и форма, и объем молочных желез нам диктует тот или иной доступ в тех или иных случаях. Наиболее вот для меня, например, я выбираю такой хороший и рекомендую доступ, переориалярный с небольшим медиальным или латеральным компонентом. Хороший доступ, хорошо визуализируются полностью все квадранты, хорошо хирург видит даже в случае расположения опухоли в верхних и внутренних квадрантах. Хороший подход, хороший доступ. Но есть некоторые недостатки. Это, конечно же, способы при мобилизации молочной железы, если ореола небольших размеров. А то тогда, конечно же, компонент медиальный или латеральный должен быть немного больше, чем вы предполагаете. Ну и в этих случаях, конечно же, есть риски с ореолярным и сосковым комплексом выше, чем при других остальных доступах. Это и есть недостатки этого доступа. Вот некоторые, я вам привожу примеры клинических такого доступа, ареолярного с отступом медиально или же латерально. Хорошие результаты, вы видите, результаты после операции, до операции, в принципе, которые из статистической позиции нас устраивают. Видео немножко, извините, при переброске, видимо. Ну и установка припекторальных имплантатов. Вы видите, что существует и подвижность, и существует и форма, и объем, и эти разрезы не наносят такого эстетического большого дефекта. Субмамарный доступ вот наиболее часто используемый всеми, я надеюсь, так, всеми коллегами, которые здесь находятся в зале, при небольших объемах молочной железы, когда не нужно делать резекцию кожного чехла, очень хороший доступ, немного латерализовать его, делать от срединноключичной до передней акселярной линии доступ, возможно, его сокращать с учетом объема молочной железы, это уже на откуп каждого хирурга. Вы видите, что небольшой объем молочной железы и преимущество отсутствия видимых рубцов на реконструированной молочной железе. Конечно же, рубец, спрятанный в субмамарную складку, это рубец, который не видит даже сама пациентка. Недостатки технических трудностей, конечно же, сложно выделять молочную железу при отсутствии того или иного оборудования. Конечно, нужно иметь крючки с осветителями, нужно иметь налобные осветители, чтобы хорошо увидеть доступ, особенно если вы делаете его, и опухоль находится в верхних квадрантах или же в верхнем внутреннем квадранте. Конечно же, этот доступ может представлять какие-то неудобства, но при наличии этих всех с его оборудованием вы можете его широко использовать. Субмамарный доступ, несколько клинических примеров. Вы видите, как мы его в своей практике используем. Доступ по типу Т-инверс. Наиболее часто используемый доступ тоже хирургами всеми, когда вы имеете ПТОС, безусловно, сокращение кожного чехла, получить хороший эстетический результат. Инвертированный Т, безусловно, большой объем молочной железы и позволяет достичь хорошего эстетического результата. Недостатки, конечно же, увеличения времени самого вмешательства за счет раневого дефекта, который приходится все-таки косметически ушивать. Это тоже занимает время, но этот недостаток нивелируется результатом, который вы получаете. Вы видите, вот тоже результаты, которые мы представляем именно по тому или иному доступу. Доступ по типу Бэтвинг. В случае, если, например, вы удаляете сосково-ареолярный комплекс, вам приходится его удалять с виду расположения опухоли. Тоже хороший доступ. Можно его использовать широко, удалить сосок с ореолой, или же использовать его в случаях, когда есть небольшой ПТОС. Но нужен хороший доступ к медиальным квадрантам. Вы его можете тоже широко использовать и, конечно же, получить тоже хорошие результаты. Все, вот видите, тоже последние виды операций, где имплантаты установлены препекторально, и хорошие результаты. Доступы с удалением проекционного кожного лоскута. Вот как раз-таки удаление проекционного кожного лоскута вам может подсказать, каким образом выполнить мастектомию. Если вам приходится удалять кожный проекционный лоскут, из этого же доступа, конечно же, лучше выполнить и саму мастектомию, не делая каких-то дополнительных доступов в других зонах. Чаще всего это хорошо очень сочетается с доступом в наружных квадрантах, с уходом в акселярную зону при необходимости выполнения лимфоденектомии, или же отдельным доступом при необходимости выполнения биопсии сигнального лимфатического узла. Ну вот один из тех доступов, который в последнее время мы начали широко использовать. Еще один из вариантов, который мы предлагаем, мы его подсмотрели. Доступ у аптозированная молочная железа. Вот такой вот разрез, который вы видите на схеме, схематическое изображение, который мы стали широко использовать в своей практике в последнее время, чтобы не удалять сосково-ареолярный комплекс или не переносить его свободной кожной пластикой. Очень хорошая опция, небольшое видео. Показания – это ПТОС второй-третьей степени, расположение опухоли в любом квадранте молочной железы. А противопоказания мы считаем, что расстояние сосково-ареолярного комплекса или соска более чем 30 сантиметров, или же нахождение опухоли за соском. Предварительно стандартная разметка по типу Т-инверс. Небольшое видео. Стандартная разметка. Она всем вам хорошо известна. Меридианы. Не буду останавливаться подробно. Имеется небольшой ПТОС. Вы видите, расстояние от еремной вырезки до соска 24 сантиметра. Примерно подняли на 2 сантиметра 22, от 18 до 20 сантиметров. Поднимается сосково-ареолярный комплекс. Традиционно откладываем на ореолу и на нижний склон. Это наша традиционная разметка. В этом случае, конечно же, может быть, ничего бы и не произошло, если бы сосок был просто на доэпидермизированном верхнем склоне поднять на 2 сантиметра. Вероятнее всего, ничего бы страшного с этим не случилось. Но, опять-таки, имея большой опыт реконструктивной хирургии, минимизировать риски с сосково-ареолярным комплексом можно именно этим доступом, который мы предлагаем. Вот красный, вы видите, мы помечаем доступ, который будет выполнен. Традиционные разрезы, без каких-либо особенностей. Эпидермизация. И сам доступ. Вы видите разрез. Из этого разреза выполняется полностью мастектомия. В этом случае не компрометируется кровоснабжение сосково-ареолярного комплекса за счет дермальных ножек, которые остаются в латеральных, в медиальных отделах. Нижняя дермальная ножка. Это все позволяет улучшить, сохранить кровоснабжение сосково-ареолярного комплекса. Вы видите в конце операции состояние соска и ореолы. Установка сайзера. И, безусловно, мы пришли к мнению, что данный доступ имеет право на жизнь во всех случаях, когда мы выполняли в последующем ICG. Обязательно во всех случаях мы выполняем эту процедуру, независимо от того, видим ли мы жизнеспособность соска интрооперационной и как он выглядит. Следующим это установка уже имплантата и формирование молочной железы. Использование этой ножки вы сейчас прекрасно увидите, как кровоснабжается сосково-ареолярный комплекс, как кровоснабжается кожный чехол. Яркое пятно в середине сосок. И хорошо видно, что не вызывает никаких сомнений жизнеспособность сосково-ареолярного комплекса и всех дермальных ножек. Ну и некоторые результаты. Преимущество доступа, сохранение адекватного кровоснабжения кожного чехла сосково-ареолярного комплекса, сохранение проекции сосково-ареолярного комплекса и сохранение ореолы, снижение рисков протрузии эндопротезов, полное укрытие имплантата и отсутствие уязвимых швов именно в тех зонах, когда мы переживаем, что инвертированный Т в зонах соприкосновения вертикального горизонтального компонентов всегда носит ту или иную проблему. Ну и в заключении, конечно же, для выбора наиболее оптимального хирургического доступа необходимо учитывать распространенность опухолевого процесса, особенности молочной железы и грудной стенки. И доступ в зоне деэпидемизированного нижнего склона позволяет сохранить адекватную перфузию сосково-ареолярного комплекса без необходимости свободной пересадки или удаления соска. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, у нас есть время задать вопросы Азизе Шоточу, есть время задать вопросы докладчикам, которые сделали свои сообщения. Поэтому, если есть желание... Да, Ирина Михайловна. Азизе Шоточ, спасибо большое. Скажите, вот последняя пациентка, у нее вы установили имплантат, и вот нижний вот этот склон, потом на фотографии, или мне показалось, или это была другая пациентка, там есть такой все-таки птоз. Вы как-то фиксируете изнутри для того, чтобы вот этот птоз все-таки как-то нивелировать? Нет, нет, никаких фиксирующих швов нет. Имплант просто установлен припекторальный, естественный небольшой птоз под силой тяжести имплантата. То есть это просто такая фотография просто нравится, да? Да. Еще вопросы, коллеги. Пожалуйста, микрофон вот сюда. Спасибо большое. Ну вот очень интересные, действительно, и хорошие результаты. Скажите, пожалуйста, ограничения все же у пациентов. Вы показали достаточно толстый лоскут, хороший. Есть пациенты, у которых толщина клетчатки достаточно плохая. В этой ситуации, как вы думаете, в этом варианте вы будете делать такую же, скажем, реконструкцию, там располагая имплантат припекторально, если у пациентки не такие толстые кожно-жировые лоскуты? Первый вопрос. И второе, частота капсулярных контрактур при вот такой методике. Спасибо. Безусловно, как и все предыдущие ораторы говорили, что любой доступ, любая хирургия зависит от анатомических особенностей пациента. Конечно же, если мы видим, что покров не удовлетворяет нас и припекторальной реконструкции невозможно, я всегда буду устанавливать имплантат под мышцу и буду укрывать нижний склон. Сколько бы противников ни было, я широко использую и сетки, и все матриксы, которые сегодня на рынке присутствуют. И по второму вопросу, по поводу контрактуры, количество контрактур. Вот на сегодняшний день, наверное, я все-таки полиуретан не буду устанавливать, если я буду уверен, что будет лучевая терапия. Это все-таки осложнение, с которым приходится бороться, мне кажется, что наиболее грозное. Поэтому количество контрактур только увеличивается с лучевой терапией. Я, извините, перебью. Вы считаете, что использование полиуретана припекторально в условиях проведения лучевой терапии – это преимущество или недостаток? Нет, я не использую полиуретан при планировании лучевой терапии. То есть вы считаете, что это недостаток? Да. Потому что некоторые исследователи говорят, что… Я их установил, наверное, около 600 штук. Это очень важно, потому что я в дискуссиях с коллегами слышу иногда, что они говорят, что мы используем полиуретан в условиях лучевой терапии, потому что есть работы Помпеи, которые показывают, что это имеет преимущество. Нет, я не вижу такого преимущества. Спасибо. Еще вопрос, коллеги? Вот здесь вот в центре зала последний ряд, пожалуйста. Большое спасибо, Азиз Девисович. Да, прекрасный доклад. У меня такой вопрос. Какое расстояние, на Ваше взгляд, быть безопасным для того, чтобы не иссякать кожный проекцион лоскут? От опухоли до кожи? Не кожный проекционный лоскут. Вы имеете в виду, на какое расстояние от соска до еремной вырезки при использовании данной методики? Нет, нет. Какое расстояние от опухоли до кожи, при котором… А, это просто к опухоли относится. Да. Ну, в данном случае мы опять-таки вернемся к тому, что сегодня и один миллиметр – это чистый край. Но, как правило, если я вижу, что практически я не могу взять кожную складку над опухолью в пинч-тесте, ну, таком, будем говорить, кожном пинч-тесте, то я кожу буду удалять. Независимо от того, там, какое расстояние я буду получать в последующем при морфологическом исследовании. То есть вас не интересует расстояние, там, по УЗИ, по методам исследований? Нет, нет. Ориентируюсь только на свое, да, на свое ощущение. Большое спасибо. Потому что очень много положительных краев кожных именно. Хотя кто-то говорит, что это не влияет никаким образом. Кожный край можно и оставить, и не иссякать этот проекционный кожный лоскут, как и фасциальный край, и можно провести лучевую терапию, в принципе. Но пациентов это пугает. Пациент боится этого слова, что положительный край. Спасибо, Азилий Шотч. Ну, давайте еще один вопрос, конечно. Будьте добрыми, микрофон подождите, пожалуйста. Для профилактики лучевых осложнений после установки импланта сейчас радиологи рекомендуют витамин Е и пентоксифилин. Вот вы как к этому относитесь? Это к радиологам. Отлично. Отлично. На это, да, Азилий Шотч, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо.